Львой сирен сполошил жителей частного сектора на Березинской. Рядом с домами горела сухая трава. Пожарные заливали землю водой и заметили обгоревшего человека. Уже вся одежда, всё сгоревшее на нём. Но потом, как оказалось, что он, видимо, закурил. И вот так произошёл такой случай. Возле него лежала пачка сигарет. Пострадавший – 40-летний бобручанин Руслан Вавула. По рассказам соседей, он частенько закладывал за воротник. В тот роковой день рядом с окурком лежала бутылка спиртного. Мужчину госпитализировали в больницу. Диагноз – термический ожог 90% тела. На данный момент состояние пациента крайне тяжёлое. Он находится на аппарате УВЛ в седации. Наши врачи стараются, делают всё, что от них возможно. Это уже не первый несчастный случай. Из-за пала травы каждый год умирают десятки человек. Весной бойцы МЧС ежедневно выезжают в рейды по городу и району. Нарушения выявляют с завидной регулярностью. К чему может привести подобные палы? К тому, что люди теряют свои дома, хозяйственные постройки. Большие площади выгорают травы, где также страдают от этого и животные, и насекомые, и в принципе природа в целом. Деревня Каменка. При въезде вдалеке виднеется столб дыма. В двух шагах от газовой подстанции тлеет матрас. Огонь мог с лёгкостью перекинуться на пожелтевшую траву, а следом на огнеопасную постройку. Трагедии удалось избежать. Только за последние 24 часа белорусские спасатели ликвидировали свыше полутора сотен пожаров, вызванных палом травы. Три человека получили серьёзные ожоги. При ликвидации мусора спасатели рекомендуют придерживаться простых правил. Сжигать в 4-10 метрах от строений лучше в железных бочках. Иметь поблизости огнетушитель или ведро с водой. И ни при каких условиях не оставлять открытое пламя без присмотра. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруиск, 360.